На этой неделе Ульяновскую область посетила делегации из республики Мариэл. Губернатор Алексей Русских подчеркнул, что работа по выстраиванию межрегиональной кооперации уже дает хорошие результаты. Важно темпов этих не снижать, особенно контролировать, чтобы все достигнутые соглашения, они воплотились, чтобы не возникало никаких проволочек. Я вижу здесь большую перспективу. Продолжается поток жалоб от жителей Ульяновска на работу общественного транспорта. Особенно много вопросов губернатору поступает от жителей Заволжского района. Для решения проблемы Алексей Русских поручил региональному Минтрансу отладить работу маршрута номер 30 и обеспечить его 10 новыми автобусами СИМАС. К сожалению, у нас система общественного транспорта много лет находится в неудовлетворительном состоянии. Все попытки городской власти, особенно прошлогодняя ситуация в лучшую сторону, не изменили. Чтобы перевести ее в цивилизованный вид, потребуется немало времени и усилий. Поэтому отдельная большая работа – это вывод государственного предприятия по ТП-1 из банкротного состояния и обновления подвижного состава. На заседании доложили об оперативных итогах исполнения областного бюджета Ульяновской области за январь 2023 года. С учетом переходящих январских поступлений на феврале фактическое исполнение налогов консолидированного бюджета за январь составило 3 миллиарда 945,5 миллионов рублей с ростом на 785 миллионов рублей. Это почти 25% к прошлому году. Бюджеты муниципальных образований, налоговые и неналоговые доходы поступили с ростом на 3,6 миллиона и составили 572 миллиона рублей. В этом году в Ульяновской области отремонтируют 39 объектов культуры. По 11 объектам уже заключили контракты с подрядчиками. В их числе Ленинский мемориал, Театр юного зрителя, несколько районных домов культуры. До 1 апреля заключат контракты по оставшимся объектам. Также продолжат оснащать оборудованием музея. Такие как оборудование Ульяновского областного художественного музея, оборудование для Ульяновского драматического театра. Это новые мероприятия национального проекта «Культура». Ну и наше любимое в рамках местного дома «Культура» также оснащение в этом году в сельские клубы придут. С 2019 года в Ульяновской области реализуется национальный проект «Демография». Более 18 тысяч ульяновских семей пользуются мерами поддержки. Нацпроект позволил открыть 7 новых детских садов. Также одним из достижений является то, что в этом году нам удалось привлечь денежные средства. То есть в общем на реализацию проекта в этом году будет потрачено 2 миллиарда 300 миллионов рублей. Из них более 800 миллионов это на модернизацию кадровых центров. С 13 по 19 февраля в Ульяновской области пройдет неделя нацпроекта «Демография». Запланировано мероприятие по поддержанию репродуктивного здоровья и сохранению семейных ценностей. В Ульяновской области реализуется несколько проектов, направленных на экологическую реабилитацию водоемов. В этом году подрядчики продолжат расчистку Юрманского залива. В 2024 году очистят от илой водорослей Ивановский залив и реку Свиягу. Второй блок работ направят на берегу укрепления. Первый объект – это город Ульяновск. Заявлен на работы по берегу укреплению. Это большой комплексный проект. Первые три километра. По ним разработан проект. В него вошли такие мероприятия, как водоотведение, как выполаживание склона с элементами террасирования и работа по берегу укреплению со строительством начального этапа набережной. В Ульяновской области также займутся благоустройством родников. В 2022 году уже благоустроили 20 родников. В этом году расчистят еще несколько. На заседании также обсудили вопрос безопасности школ и детских садов. Он продолжает оставаться актуальным. В 2023 году на безопасность детских учреждений направят 370 миллионов рублей. Программа рассчитана на три года, но губернатор поручил реализовать ее за один год. Безопасность детей превыше всего. Валентина Никонова, Герман Баранов, Уллправда ТВ.